Я флюгер Я флюгер Я флюгер Я флюгер Сколько у вас там в управлении работников? Человек пятьдесят Пятьдесят человек? Пятьдесят квартиры выделим Выделять так выделять И решать будем вопрос широко По государственному Не знаю, как на это в министерстве посмотрим А мы и спрашивать никого не станем Что же вы думаете, что сами вопрос не в состоянии решить такой? Я не понимаю Человека с работы сняли Он суется не в свои дела Иван Петровича перевели в министерство Абсолютно правильная мысль И вовремя подсказали золотые слова Иван Петрович И что делается? Чиновники-то чужими руками Жар загребает Фиг они получат, они квартиры Ох, и подлец же ты круглик Ну и про хвост же ты круглик А я что говорю? Я флюгер, поставлен я на крыше Я флюгер, не даром я всех выше Чтобы не сняли усердно тружусь Куда подует ветер Туда повернусь, туда повернусь Кар-кар Могу сюда Кар-кар Могу туда, но против ветра Никогда А я считаю, что на эти деньги Нужно обставить столовую Старая мебель совершенно не имеет вида Мама, ты абсолютно права Мебель прежде всего А я хочу на юг Ну, надо подождать Имею я право Раз в сезоне бывать на юге Раз в сезоне имеешь право Бывать на юге В чем дело? Поезжай на юг Совершенно необязательно в этом году туда ехать Мама, мама Можем прекрасно отдохнуть за городом Мама На Сиверской Правильно Сиверская Верно, золотые слова И хорошо для здоровья И мебель можно сочетать А я хочу на юг Ну, надо подождать Ну, почему мама всегда во все вмешивается? Правильно, всегда Всегда суется не в свои дела В конце концов, кто замужем? Я замужем или она замужем? Действительно, кто замужем? Ты замужем или я замужем? Что делать? Я хочу на юг На юг, все И правильно И поезжай на юг Поедет на Сиверскую И больше ничего И не разговаривай Что значит вмешиваться? Вот именно Что это отношение к матери? К матери Это моя мама, понимаешь? Ты думаешь, о чем ты говоришь? А я думаю, что хватит писать под чужую дудку Правильно У мамы дудка Мы должны плясать под нее Я сама знаю Что для меня хорошо И что для меня плохо И я поеду на юг На юг Правильно Все Мама у нас узурпаторна Больше ничего Боже мой Мама Это ты говоришь своей матери Я пошутил Мальчишка Не обращай на меня внимание Все равно, пока я жива Будет по-моему Правильно Да Поедет на Сиверскую Поеду на юг Юг Нет, в север Юг Надо вам сказать Тема, которую мы затронули В этой небольшой интермедии Она не такая уж безобидная Какой она кажется с первого взгляда Дело в том, что Здравствуйте Ой, критики сюда пришли Здравствуйте 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 Простите, я бы хотел Я бы тоже очень хотел Высказаться Относительно Этого номера Ах, вы по поводу флюгера Да Да Слушаю вас Пожалуйста Вы знаете, мне этот номер Да, я понимаю Мне тоже Не понравился, да? Нет, понравился Понравился? Да Да, очень приятно Да, а вам? Вы знаете, мне этот номер тоже Понравился, да? Нет, не понравился Не понравился Вообще сценка Она, конечно, так себе Хорошая 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 Вообще сценка Хорошая Так себе Так себе Сценка веселая Да Но 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 Мелкая Понимаю У вас театр, простите, сатирический? Простите, сатирический Да Тогда надо глубже Понимаете? Глубже и шире Шире и глубже Да У нас ведь есть что критиковать? К сожалению, есть Ну, а раз есть что критиковать Значит, надо критиковать Понимаю Надо Будем Послушайте Сценка, конечно, веселая Да Но над чем смеетесь? А неизвестно, да? Известно Ах, известно, да? Над этим смеяться не надо Да Не надо Не надо, не будем Сейчас надо говорить О явлениях нашей жизни Каких? Каких? Светлых Светлых Фактах каких? Каких? Положительных Положительных, да, да Вот будем об этом говорить Ну, я не знаю Конечно, конечно Сейчас надо говорить Да, да, о явлениях нашей жизни Да, каких? Светлых Темных Темных? Не, не, не О фактах каких? Каких? Положительных Отрицательных Отрицательных? Будем об этом говорить? Я не знаю, как будет Нет, мы не будем об этом говорить Посмотрите, мы сейчас не будем Киночки, Киночки Куда мы подпилили? Простите, у вас театр сатирический? Сатирический, да Тогда послушайте меня Сейчас надо показывать все темное Отрицательное Ну, естественно У нас это наша функция Сатирический театр Послушайте меня Да Театр у вас сатирический? Да, я понимаю И именно поэтому Только светлое Понимаю Именно поэтому Только положительное Темное Светлое Жительное И палацательное Александр Сергеевич Все по тому же вопросу По какому вопросу? Что нам делать с Зиной? С какой Зиной? Фамилия? Масточкина А что ж тут думать Поступило заявление Мы обязаны отреагировать Если она хороший работник Объявим благодарность Плохой Выговор Ну так же нельзя Александр Сергеевич Вот мы все с ней говорили А вот это напрасно Говорить с ней нечего Вы с ней не в цепике О Она работница Да нет Мы говорили как с человеком Хотели понять В чем причина Вы понимаете Она какая-то Взволнованная Чувствительная Да Александр Сергеевич Может у нее что-нибудь личное Что у нее я не знаю И знать не желаю А вот, товарищ Смирнов Философия гнилая Человек Будь он Хоть женщиной Хоть кем Обязан Прийти на работу В нормальном состоянии Без чувств И волнения И от быть положенное На работе Никто ничего не чувствует А работа Вот приди после работы Домой И чуй-чуй Сколько тебе угодно А здесь тебе Не красный уголок Вот так Товарищ Смирнов Ну, Александр Сергеевич Ну, может, вы сами С ней поговорите, а? С кем? С ей С Зиной Фамилия Масащина Товарищ Смирнов Вы с одним сотрудником Справиться не можете Давайте сюда Александр Сергеевич Минучки Слушаю вас Вы меня звали? Фамилия Ласточкина Ну, да как, товарищ Ласточкина Мы будем работать Мы будем чувствовать Что же умолчить Давайте Говорите Объясните Ваши Чуйства Александр Сергеевич Так Я Давно хотела вам сказать Так Я Люблю вас Понятно Я не могу больше Дайте это себе Александр Сергеевич Я очень Очень люблю вас Как же так Товарищ Товарищ Ласточкина Как же так В рабочее время В рабочее время Вы Обязаны Александр Сергеевич Вы помните Ту поездку За город Вы меня тогда Проводили домой Да Было такое Мероприятие Меня Обязал Мюстком Я участвовал Вы были такой Хорошей в тот вечер Александр Сергеевич Вы на меня Так смотрели Да У вас были Такие глаза Мне казалось Что вы чувствовали То же самое Что и я Ну что вы заявляете Что я чувствую То же самое Что вы А вы Что любите Меня Да Значит вы Ходите Что я Чувствую Что я Люблю вас Ну и Что же вы Хотите Я Ну да я Понятно Значит Вот Садитесь Берите Бумагу Перо Пишите Что писать Ну что Пишите Как все Это Происло Вы Меня Любите Как Любите С какого числа Я На вас Посмотрел Как Я Посмотрел Какими Такими Глазами На Какого Такого Основка Что Александр Сергеевич Дорогой Я вам давно Уже все Написала Я просто боялась Вот Это записка Дорогой Любимый Александр Сергеевич Это мне что ли Да Если мне Попрошу В правом Верхнем углу Пометить На чьей имя Напишите Так Подпись есть Да Зина Что за Зина Фамилия есть у тебя Нет Ласточкина Ласточкина Напиши Ласточкина Пола тебе какой Женщина Женщина Число есть Да Вот Теперь идите Идите И работайте Вот И бесчуясь Понимаешь ты Вот А если дело Мы разберем Вот так Дорогой Товарищ И все Понимаешь Ты Александр Сергеевич Ну как Ну как С людьми Надо работать Товарищ Смирнов Чтоб на каждой бумажке Была соответствующая Резолюция Вот мне Товарищ Написал Заявление Я обязан Отреагировать Понимаешь Да нет Как же вы решили с ней А что с ней решать Я на ней женился И все Вы на Зине На какой Зине Фамилия Ласточкина Ласточкина Да Обязан Согласно заявлению Федор Петрович Выглядите чудесно Вы тоже прекрасно выглядите Где отдыхали? В Сочах А вы где? В Кисловодске Лечились? Лечился Бессонница Бессонница Нервы Ну добрые люди посоветовали Поезжай Говорит в Сочи Да Мацеста 12 И действительно Верите мне? Да Как рукой То же самое Другим человеком Что вы? Какой? Себя не узнаешь О, милый Ведь когда-то я волновался Нервничал Бывало Бывало Как спичка вспыхнешь А сейчас Ой Олимпийская Спокойся Олимпийская Вот у нашего бухгалтера Неприятности А мне все равно Директора с работы сняли А мне тренд права Кстати, про бухгалтера Да Был у нас один отдыхающий Да Вы его знаете Да Василий Васильевич Василий Васильевич? Да Какой Василий Васильевич? Василий Васильевич Петухов Василий Васильевич Петухов? А? Не знаю Как же вы не знаете Василия Васильевича Петухова? Василия Васильевича Петухова? Не знаю, а кто такой, кто он такой? Да как кто такой? Ну, что такой, Петухов какой-то, Василий Васильевич, кто он такой? Василий Васильевич Петухов, это же сын старика Петухова. А, Мил, сразу бы так и сказали. Я сразу говорю. Василий Васильевич Петухов, ну, он сын старика Петухова. Сын старика Петухова. Ну, да, знаете. Не знаю. Как же вы его не знаете? А я же не знаю. Его же все знают. Да? Все знаете, а я не знаю. А чего это вы не знаете? А вы это что распетушили? Петухова! Василия Васильевича! Вы не знаете Петухова, Василия Васильевича! Как же вы не знаете? Вы не знаете Петухова, Василия Васильевича! С улицы Горького ходит с палкой! Не зря я! Не зря я! Не знают все. Не знают все. С улицы Горького ходит с палкой? С улицы Горького ходит с палкой? Ну? Вот, не знают. Как же вы не знаете Василия Васильевича Петухова? С улицы Горького с бородой играет на трубе. Василий Васильевич с бородой Играет на трубе На трубе играет, не знаю, на трубе Да, чудака такого Залез на крышу, на трубе играет На какой-то, на этой трубе? На трубе играет? С бородой? Да Рыжий такой, толстый Ходит в развалку Это же мой родственник Как он мне его не знает Я его с детства знаю Я его нянчила Только живет-то он не на улице Горького, что? Ну, он со мной спорить будет Я-то лучше знаю Живет на Неглинной улице Неглинная, дом 17 Квартира 40 Ну, как же И фамилия его не Петухов Гусев его фамилия Это Гусев, Гусев Я вас не про Гусева Спрашиваю А кого вы меня спрашиваете? Про Петухова Василия Васильевича Не знаю, не любого Василия Васильевича И как же вы не знаете, Василия Васильевича Петухова Сын недавно женился Дачу в Малаховке сняли Вот не знаю Петухова Петухова Василия Васильевича Вы не знаете Не знаю я Не знаю Нас никто с ним не познакомил Вот я его и не знаю Я вам скажу откровенно Я и Гусева-то мало знаю Значит, Петухова Василия Васильевича Вы не знаете А Уточкина Николая Петровича Вы знаете? А на Уточкина У меня уже сил больше нет Прощайте Подойдите мне Момент подойдите А что Что вы мне хотели рассказать Про этого Василия Васильевича? Какого Василия Васильевича? Какого? Ну это Петушкевич Какой Петушкевич? Ну который играет на бороде Мы проводим конкурс мод Объективный будем Пусть жюри места займет Моды мы обсудим Слово мода ясно нам Всем без перевода Приведу примеры вам Что такое мода? Что такое мода? Пусть жюри места займет на бороду Мы с вами Мы с вами были Тессизеть свидетелями, как о тессизеть ходили лица тессизеть обоевого пола и кое-что на себе тессизеть показывали. Точнее, туалеты, которые им тессизеть, сшили на сегодняшний день. Я и руководимая мною тессизеть фабрика тоже кое-что шьем из тессизеть туалетов. И тоже кое-что тессизеть соображает. Но прямо скажем, один туалет я тут не тессизеть. Не тессизеть. Не охватил. Под названием платье тессизеть вечернее. Это как понимать тессизеть? Вечернее платье. Что, в ее вечернюю смену работать что ли? Оно же будет с большим тессизеть вырезом. Значит, женщина из него тессизеть сверху вся наружу выходит. Значит, в него будет тессизеть кирпич лететь. Извит тессизеть ее капот. Пыли садится тессизеть. Дождик лица. Что еще может, я не знаю. Я не знаю. Мы такой заказ тессизеть. Не можем принять, понимаете? Сами видите, сколько здесь вырезов, внедорезов, бантиков, фантиков. Всяких накладок, подкладок, что еще, я не знаю. Нам нужно план тессизеть. План тессизеть. Выполнять. Чем больше единиц мы сошьем, тем лучше для плана, для вала, для экономии, для кармана, для нас, для кого еще, я не знаю. Наш швейников вовремя не тессизеть. Не привлекли, вовремя не спросили, что мы шьем. А я могу ответить, что мы шили тессизеть, шьем и будем шить ватник, робу тессизеть. Конвензон, мешок на 60 килограмм, мешок на 80 килограмм. И что еще можно шить, я не знаю. Я не знаю. Конечно, если есть установка на вечерний тессизеть, мы уже не просим, но, так сказать, взять уже от фронта пошива, предлагаем, так сказать, взять уже ватник вечерний. Ватник будет тот же, но с вырезом рукав короткий. Тогда будете легко и удобно, и оголено, и модно, и что еще нужно, я не знаю. Дорогие друзья, очень хорошо, очень хорошо, что вы пригласили меня, художника, на это обсуждение. Что такое художник? Художник – это прежде всего человек, который берет нужную кляску и клядет в нужное место. Получается картина. Что такое картина? Картина – это линия, это кляска, это форма и, наконец, это содержание. Вспомним картину Суикова «Поколение Еймаком Сибири». Какие кляски, какая динамика. Слева – татари, справа – казаки. Летят татарские стрелы – джит-джит. Казацкие самопалы – бах-ба-бах-бах. Все напьедлось, все застыло. Еще минута – уяаа! Сибирь покойна. Или другая картина того же художника. Переход с воевого через Альпы. Сын гатает снега. Сайдаты, патриоты, качутся вниз. На чем? На всем. Я видно, но я считаю. Еще минута – уяаа! И мы в тылу в яга. Вот как нужно рисовать, дорогие друзья. Так же нужно шить. Мы должны нашу женщину одеть хорошо. Что в ней была линия, что в ней была кляска, что в ней была фойма, и, наконец, что в ней было сиди-жание. И тогда талия на месте, руки-ноги на месте, геова на месте. Посмотришь на нее – уяаа! И мы в плену у женщины. Я тут просмотрел кое-что из сшитого инвентаря. Должен сказать прямо – товарищи, когда сшили платье, думали о чем угодно, только не о пожаре. Правда, вату, каротин, бензин, промасленную ветошь они не применяют. Это хорошо. Но главное, они не учли – форма должна быть удобной для стихийного бедствия. Вот некоторые товарищи полагают, что платье должно облегать фигуру. Товарищи шутят с огнем. Узкое платье не дает возможности бежать от пожара или плыть от наводнения. Первый факт. Второй факт. Женщина с длинным хвостом – это уже катастрофа. Приведу пример. Скажем, я надел такое платье, пошел в театр, в кино или на другой объект. На объекте возникает пожар. Пожар. Это значит, все бегут, наступают на хвост, спотыкаются, падают, создают затор, пробку и мешают выносу оборудования и телу. Как член жюри, могу я такое платье пропустить? Не могу и не пропущу. Не это нам надо. Побольше непромокаемой, непрожигаемой брезентовой одежды. Вот тогда каждый топорник скажет вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь что я скажу? Что главное в туалете? Одни думают, что линия, другие думают, что качество, третьи думают, что фасор. Я скажу, чепуха. Главное в туалете — это что? Никогда не догадаетесь. Пуговица. Не верите? Проведем эксперимент. Я с желающего срежу все пуговицы, а вы посмотрите, что он будет делать. Есть желающие? Нет желающего. Вы мне скажите, что без пуговицы можно пойти в театр? Нет. В кино? Нет. В научный институт можно пойти без пуговицы? День человек не пойдет, другой не пойдет. На третий день что? Наука остановит. Вы меня, конечно, извините. На чем держатся Бруки у интеллигенции? У рабочих и колхозников? То же самое. У Союза советских писателей? Вопросов больше не имею. Значит, что главное в туалете? Вопросов больше не имею. Вопросы больше не имею, остановит себя.